Доброго времени, что тогда, мои господа, с вами на связи Леонид Евнеси. 3 февраля 2017 года, пятница. Продолжаю свой видеообзор по волнам эллиот и ценовых данных на рынке валют. Ну, на носу Non-Farm Payrolls, количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Поэтому ситуация, конечно же, усложнилась уже к этому времени. Ну, вот примерно вот у меня вот такие варианты сейчас на, скажем так, на столе или в рассмотрении. Вариант, что у нас создается вот пятая эта волна, и в составе ее у нас уже есть 1, 2, 3, 4 мелкая, где пятая мелкая волна, это усеченная волна. Вот здесь у нас окончание вот этой первой волны. Я предполагаю, что сейчас у нас вот заканчивается, вот есть А, Б, С, заканчивается С волна в составе вот этой второй волны. Я предполагаю, что будет вот такой импульс, импульсные движения вверх. Сначала мы пробьем уровень 1, 0, 8, пойдем до уровня 1, 0, 8, 5 и даже до уровня 1, 0, 9. Потом будет какой-то откат, вот примерно до уровня 1, 0, 8 и 1, 1, 0, 8 и 2. Это будет четвертая волна, потом будет еще одно движение, еще один импульс вверх, в пятая, в пятая волну, вот эта среднего порядка. И вот у меня такой вариант. Другой вариант, конечно же, который я рассматриваю, что с текущим мы пойдем вверх до уровня 1, 0, 9, а потом уже вниз. Есть, конечно, и вариант, что мы с текущих пойдем вниз, давайте его себе отметим. Вот эти три варианта я рассматриваю. Дни рынка, отложки и в обе стороны. И чем ближе к NFP, к нонфармам, тем ближе я выставлю вот эти отложки в обе стороны. В принципе, ожидаю дополнительных данных, ожидаю развязки какой-то ситуации, потому что нонфармы могут отдать и резкое движение вниз, но также и резкое движение вверх. По фунту, по фунту мы двигаемся вниз, я думаю, что есть мелкая первая, есть мелкая вторая волна. Я думаю, что мы увидим сегодня как минимум 1,24, может быть, как максимум 1,23. Что будет на нонфарме, нужно будет, после взятия уровня 1,24 я буду вне рынка и буду также работать отложками. По австралийцу, по австралийцу вне рынка, и вот есть такой рабочий вариант, что вот у нас есть, вот здесь совершение четвертой волны, и вот у нас есть первая, вторая. Сейчас заканчивается четвертая волна, и после этого, я думаю, что, предполагаю, что можем увидеть еще пятую волну в среднюю, вот в этой крупной пятой волне. Вариант другой, что мы с текущих пойдем вниз. Кстати, нужно отметить вот здесь по фунту, если мы пойдем вниз до нонфарм, до уровня примерно 1,24, ну плюс-минус, то может быть, здесь будет какая-то коррекция, может быть, у нас здесь не 1,2, а вот здесь 1,2, 3,4, это пятая волна, тогда здесь у нас будет вот такой, допустим, 1,2. То есть, нужно учесть, что доллар может сдавать свои позиции резко после опубликования данных по нонфарму, потому что, вы знаете, все следят за тем, что делает Трамп, даже ФРС во вчерашнем, позавчерашнем протоколе, ничего не изменило, она никаких прогнозов по поводу повышения ставок, и просто ожидает, как бы, их развязки, потому что будет предпринимать Трамп. Так, по Новозеландцу, по Новозеландцу такой рабочий вариант, что-то у нас ABC, такая вот плоская, и у нас вот здесь строится, может быть, вот 1,2, вот этого среднего порядка, вот 1,2, и тоже какой-то импульс здесь строится еще в пятой волне, либо трехволновка в пятой волне. Ну, тут отложки в обе стороны тоже будут, вот такие рабочие варианты. По японской иене, по японской иене тоже отложки, мы, иена начала сдавать свои позиции за ночью, и до сих пор продолжает, на некоторое время просто остановилась, ну вот, встретила сильное сопротивление, вот, я не знаю, есть вариант, что мы пойдем из текущих вверх, для этого нужно пробить уровень 114, закрепиться выше, и с текущей иене, для этого нужно пробить хотя бы уровень 112, закрепиться ниже. По канадцу так же, но тут у меня сработала, к сожалению, ложка на продажу, на уровне 1,3, но если мы пойдем еще выше, я бы получу свой стоп, и выставляю ложку на продажу на уровне 1,3 с целью 1,29. Если для повышательного сценария, нужно пробить уровень 1,31, закрепиться выше, и уже пойти к штурму уровня 1,32. Видите, как ситуация везде довольно-таки двоякая, вот в преддверии этого нон-фарма. По франку не сбылось то, что мы пойдем ниже, мы пошли, но не настолько ниже. Может быть, вот закачание пятой волны вот здесь, может пятая волна еще продолжится. Предполагаемая пятая. Ну, если говорить о том, чтобы рассматривать бычий сценарий, то только после пробития уровня 1, если в медвежий сценарий, то только после пробития уровня 0,99. По фунту франку, мне кажется, тут очень хорошо, по крайней мере, так красиво смотрится на данный момент, если ничего не возникнет. Вот есть первая волна, и вторая, вот тут тоже первая крупная вторая, это первая средняя вторая, и первая мелкая, и вторая мелкая. Я ожидаю пробития уровня 1,24 и поход к уровню 1,23. По фунту иене тоже, ну как тоже, нет, не тоже. Мне кажется, строится вот тут C-волна в составе X-волны, и она будет как минимум до уровня 1,145, может быть 140, а может быть даже 139,6. Далее будем смотреть. По евро к фунту, я думаю, вот есть 1,2, 1,2, 1,2. А ожидаю сегодня пробитие уровня 0,86,5 и движение к уровню 0,87. По евро к австралийцу тоже, вот есть 1,2, 3,4, мне кажется, строится мелкая пятая волна. Отложка на покупку, вот на уровне 1,4, 0,3, ну цель ближайшей 1,3, 9,5, 1,3, 9. По евро к канадцу тоже вроде бы красиво двигаемся, 1,2, 1,2, 1,2. И я ожидаю здесь взятие уровня 1,39,5, отработка уровня 1,39,5 и 1,39. По евро к франку тут интересная ситуация, если мы и пойдем выше, ну давайте выставлю здесь тейк вот здесь на этом уровне, потому что на этом уровне может быть и поход вниз, после разворачивания вниз. После того, как этот тейк будет взят, я наверное выставлю бай стоп на уровне 1,07,2 и сел стоп на уровне 1,06,8, ну или буду вне рынка. По евро к японской иене, ну мы двигаемся краткосрочную вниз, но мне кажется, это движение может закончиться вот буквально в ближайшее время, вот примерно на уровне 121,35, это может быть 1,2, ну вот такой вариант 1,2 это ABC, да. Либо же мы пойдем, коррекция углов пойдет на старший таймфрейм. По австралийцу к японской иене, я думаю, что мы двигаемся вверх, то есть строится вот эта C-волна, C-волна, и вот есть мелкие 1,2, я думаю, 3,4, думаю, что например, вид импульса, ближайшая цель 87. По австралийцу канадцу тоже думаю, что тут больше смотрится восходящий сценарий, потому что есть 1,2, 3,4, будет еще пятая волна, я думаю, что она будет до уровня 1,01. По австралийцу к новозернанцу тоже будет честь сценарий, будет 1,2, 3,4, мне кажется, строится пятая мелкая волна, мы здесь увидим взятие уровня 1,05,5, и потом поход к уровню 1,05,8. И по франко к японской иене, ну, не решаюсь я в эти покупки, я буду покупки рассматривать только после пробития уровня 114. Продажи тоже не решаюсь, потому что тоже можно сказать, что это 1 и это 2. Продажи можно рассматривать после пробития уровня 113. В принципе, это все, что я мог прочесть на рынке на данный момент, на данный час, на данную минуту, посмотрим, как оно пойдет дальше. Желаю всем хорошего окончания недели, попутного тренда, жирных профитов и тощих лосей. До скорой встречи в эфире. Пока-пока.